Что ж, друзья, мы продолжим. Наш первый гист уже в студии – это Лида Емельева, глава Макулайского клуба политической диагностики «Стрекоза». Привет. Здравствуй. Привет. Уже не певно. А я сижу возле Лиды, а вы нет. А я возле тебя. Лида, вопрос сегодняшней нашей программы звучит так. Женщины и политика. Женское ли это дело? Как ты считаешь? Ты молодая, красивая девочка. Ты сейчас прям как про Артема рассказываешь. И ты решила идти в политику. Зачем? Почему? Зачем тебе это нужно? Я видела на твоей страничке в Фейсбук под сообщением, там комментарии. Да, рожай детей, сиди дома, варьи борщи. Зачем тебе туда? Да, вот зачем? Я тоже, кстати, видел Янины комментарии на твоей страничке. Это явно она не все слова оттуда прочитала. И все. Ну, все-таки хочу сказать, во-первых, что мое решение заниматься политикой все-таки не спонтанное. Кто меня знает, а вы меня хорошо знаете, что общественной деятельностью занимаюсь уже всю свою создательную жизнь. То есть со студенческих лет, даже со школы. Создательная жизнь началась у тебя со студенческой. Как и у многих политиков. Ну, она же началась. И в то время, когда ты занимаешься общественной деятельностью, ты узнаешь больше людей, ты видишь, что нужно городу. Ты знакомишься с многими талантливыми молодыми людьми, да. И ты видишь, что не все проекты, не все идеи, которые очень интересные, они реализовываются. Вот, вижу проблемы в том, что есть чиновники, да, которые, если это им лично не интересно, они не будут помогать вам реализовывать. Даже если это для города, ну... Все, что не касается Энгри Бердса, все, что не касается Энгри Бердса, они вообще мне не решали. Смотри, мы обсуждали до твоего появления в студию уже проблему женщины и политики, ну, не проблему, а опроса. Опа, опа, вот и вы сказали позиции. Да, и у нас были разные позиции. Вот у меня лично, мне как бы все равно, что мужчина, что женщина. Артем категорически против женщины и политики. Ну, так попросили. Миша, она... Я уже изменил свое мнение. Миша каблук, Миша зажгла. Понял, не так. Вообще, ребята, считаю, что все равно, женщина ты, мужчина в политике. Главное, чтобы человек искренне. Как ты считаешь, Артем в политике, это женщина или мужчина? Я не знаю, я подумаю. Искренне хотел изменить определенные сферы к лучшему, помочь людям. Искренне этого хотел. Вот у меня тоже, да, спрашивают, а зачем тебе это нужно? Вот, ведь это такое грязное дело. Но грязным политику, грязной политикой делают только люди. Я доношу до людей, что, видите, это искреннее желание. Искреннее желание изменить. Изменить, самое главное, вот эту нашу систему, отношение к людям. Потому что, когда ты общаешься с людьми и видишь их проблемы, их реально решить. Реально. Еще такой вот, за то, чтобы женщины были в политике, один из доводов, что женщина более непосредственная. И то есть, она, когда видит проблему, она как-то более искренне пытается ее... Я с тобой согласна. А мужчина немножко по-другому на это все смотрит. Я согласен, женщина видит проблему, не может ее решить, говорит, ой, все. Кстати, Артем, почему ты против женщин в политике? Я уже за, я же сказал, что деда пришла, и раз... А ты под Халим. Еще, когда я училась в любимой могилянке на политологии, у нас тоже были предметы, там, гендерная политика и так далее. Вот, тогда, в правде, тогда, когда вот много книг читал, я поняла для себя, что женщина, как ты говоришь, я с тобой согласна, она, вот, это ее эмоциональность, ее, вот это вот, всегда докопаться может вот до правды. То, что женщина докопаться может... Это только плюс, плюс для политики. Вот, так что, и тем более, что женщина, она более знает, вот, если социальная политика, если вопросы более социальные, даже бюджетные, женщина больше знает, да, вот, сколько уходит... Женщина знает, что есть государственный бюджет и свои деньги. Еще недавно просто женился, он уже открыл для себя мир финансов женщины. Да, вот эта политика, это настоящая политика. Что-то не так сделал, все получил, как в Верховной Раде. Поэтому, может, денег уходить на, допустим, на поседневные, да, все-таки больше ведут бюджеты женщины, как и в семье. Больше тратят бюджет женщины. А, не знаю. Вот, сразу видно, кто ведет бюджет, а кто тратит бюджет. Я же не политик. Лида, скажи, пожалуйста, какую сферу ты видишь своей, вот, если ты успешно пройдет твоя компания политическая, то в какой сфере города ты будешь наиболее активно себя проявлять, как депутат? Ну, понятно, что я об этом думала. Конечно же, так как занимаюсь молодежной политикой уже не первый год, и есть много интересных проектов, идей от разной талантливой молодежи, начиная от проектов, которые на образование молодежное, неформальное, как и проекты по белой инфраструктуре. То есть, да, очень много есть проектов для развития молодежи и города, именно их реализация. Я думаю, что буду заниматься именно этой сферой. То есть, есть у депутатов Горсовета депутатские комиссии. Вот, хотелось бы в эту комиссию попасть и отставить. Почему? Потому что я знаю, сколько может, что, допустим, стоить, что где необходимо сделать там для студенчества, что делать для более работающей молодежи, ну, что ты этим занимаешься каждый день, уже на протяжении последних 5-7 лет. Есть еще такое выражение, вот я одного человека из Никола слышала, что если ты хочешь менять город, то тебе не обязательно эти депутаты, ты можешь менять его и так. Можно уехать в другой город. Я согласна с этим, конечно. Вот уже ты знаешь, сколько много проектов и сделано от нашей организации «Стрекоза», как и совместно в городе с другими интересными людьми и организациями. Это и бренд города, да, но почему-то есть многие моменты, которые интересные проекты, как и там лагерь молодежный, политфрэш, которые немного, ну, стопорятся. Потому что, опять же, чиновникам это не так интересно, как «Дерибан земли», как еще что-то. Возьмите крупный план. Вот. Нужно это менять. Я за то, чтобы в политику шли женщины, молодежь. Я очень рада, что сейчас много молодых идет. Дети. Вот. Те, которые, ну, искренне этого хотят. Мы же не знаем всех этих схем, этого всего. И это очень хорошо. Потому что опыт, опыт тех депутатов, в основном, ну, есть у нас, да, депутаты, которые реально там что-то пытаются и работают, делают. Но в основном все... Бедные два человека. Ну, вот где-то так и есть. По последним советам один. Я хожу на сессию гурсовета чаще, чем некоторые депутаты. Понимаете? А именно! И списочек, да? Вот. Но еще хотела добавить, что комиссию хотела бы еще попасть в бюджетную. Почему? Деньги. Потому что сейчас, общаясь с людьми, ну, не только в молодежной сфере, да, а вот не только в своем дворе и в своем доме, когда, ну, общалась, общалась, потому что многое уже решали, защищала их интересы. Ну, и более на своем округе, да. Я вижу, что многие проблемы, они от того, что неправильно распределяется бюджет и потом не контролируется. Вот. Нужно защищать эти вот участки, допустим, там, где-то нет дороги, где-то надо капитальный ремонт сделать... Деньгами вымастить, чтобы ездить. Нужно отстоять комиссии, что это необходимо сделать, там, в 2016, да, году, допустим. Вот. И потом это распределение еще контролировать. Как это сделать? Должны были у женщины политика быть какие-то мужские качества? Усы, например. Думаю, усы. Это авторичные малые признаки, это не качество. Я перепутал. С собой путаешь. Ну, мне кажется, наверное, это должна быть такая вот стойкость. Эмоциональность – это хорошо. И ты всегда будешь женщиной эмоциональной, тебе всегда будет... Ты будешь кричать и пить посуду на сын. Но в то же время ты должен быть стойким и терпеливым, собраться. Я думаю, что вот это мужское качество необходимо иметь женщине. То есть эмоции могут, допустим, быть в словах, да, то есть доказать, защитить интерес. Но, как говорится, не плакать, не бить посуду. Это всегда срабатывает. Хочу, чтобы прошло. Представляете, чтобы вот такая политическая реклама была, паники и все остальное. Говорят, это неэтично. Говорят, это неэтично. То есть ты уже не будешь выставлять? Ты уже не сможешь выставлять? Я бы не буду за тебя голосовать. Тогда я подумаю. Мы сегодня говорим не конкретно за Лиду, ну, кандидатуру, а вообще, в принципе, о женщинах политики. Конечно. Лида, спасибо огромное. Это было очень интересно, познавательно. Как обычно, мы были рады тебя видеть. Спасибо вам большое. Очень приятно, что вы приглашаете. Всегда с вами весело. Конечно, хочется быть в некоторых моментах посерьезней. Нет, посерьезней. Но нет, ты не в то место пришла. Спасибо тебе большое. Я предлагаю сейчас все вместе посмотреть сюжет, как наш Миша сходил и спросил у жителей Николаева, видят ли они разницу между женщиной-политиком и мужчиной-политиком.